Добрый день, я буду говорить по-русски, я последний выступающий, постараюсь быть очень коротким. Многие в Казахстане пользуются Яндексом, но немногие знают, что Яндекс был создан выпускниками республиканской физмат-школы в Алма-Ате. Вообще Яндекс это казахстанский проект. На этой фотографии один из основателей Яндекса, Ильюша Сеголович, который, к сожалению, ушел от нас почти пять лет назад. Это фотография середины 2000-х годов, на которой он записывает одну из своих любимых фраз. Она из двух частей. Первое, прогресс неостановим, и второе, работать все равно ничего не будет. Это на самом деле так то, как происходит прогресс в нашей жизни. Происходят потрясающие вещи, инженеры, ученые придумывают что-то, что казалось немыслимым еще вчера. Это появляется, люди берут в руки и говорят, ну он же как-то почти не работает. А потом наступает третий этап, когда мы не замечаем, пользуемся этим каждый день. Ну там, больше 20 лет назад люди научились искать в интернете. Все, что когда-нибудь кем-нибудь опубликовано публично, стало доступным каждому из нас. Вот прямо набираешь запросы, получаешь все, что на эту тему известно. И это казалось потрясающим чудом. Когда это вышло, что говорили люди? Ну как-то у вас находят, но не очень, не все находят. А сегодня мы пользуемся поиском и его не замечаем, как воздух. Мы не замечаем воздух, которым дышим. И это, в общем, путь любой технологии. Появилась возможность любые цифровые продукты, видео, музыку получить у себя в кармане. Да нормально, в общем, так и должно быть. Появилось там чудо, машина стала переводить. Машина, поскольку видит все тексты в мире, она понимает, как люди переводят. И научилась сама переводить. Когда мы получили перевод, мы стали говорить, ну, она переводит, но как-то люди-то лучше это делают. Вообще как-то не очень хорошо. А сегодня машинный перевод везде, мы его не замечаем. И это прорыв. Потом появилась возможность лет 10 назад. Мы едем в машине, мы можем как будто бы подняться на вертолете и посмотреть, что у нас там впереди. Есть ли там пробки какие-нибудь. Чудо, казалось бы. Но оно ведь не работает, а потом мы его не замечаем. Лет 5 назад появилась возможность прям вытащить прибор из кармана, нажать на кнопку, и к вам за 4 минуты подкатывает 2 тонны железа. Таксиво приходит. Вот ниоткуда. Как будто его не было, и оно у вас появилось. И сегодня это обычная вещь. И так, в общем, со всеми технологиями. Если, да, сегодня, кстати говоря, основная претензия у людей такая, что, ну, подумаешь, в кармане у меня устройство, я нажал на кнопку, что-то приехало. Это вот как пульт управления реальным миром. Это, конечно, интересно, но люди так не разговаривают. Мы же не подходим друг к другу, не нажимаем друг к другу кнопку на пузе и не просим что-то сделать. Мы разговариваем с друг другом. И теперь мы ожидаем, что и с машиной можно разговаривать. И это появилось. Вы можете, сегодня у каждого в кармане есть прибор, в который можно что-то сказать, и машина вам разумно ответит. И это будет скоро везде, во всех электрических приборах, которые нас окружают. В телевизорах, в машинах, в телефонах, во всем. И это кажется естественным. И это путь технологий. Если посмотреть, где такие технологии, умные технологии в мире производятся, умные технологии, основанные на искусственном интеллекте, которыми пользуются миллион людей. Не эксперименты, а вот именно массовые сервисы. Кто делает сервисы, которыми пользуются хотя бы 100 миллионов человек? Если посмотреть, где находятся такие компании в мире, то таких мест в мире не так много. Все знают, что такие системы производят на Западе Америки. Силиконовая долина, Сиэтл. Это то место, откуда пришло очень много умных сервисов. Все знают, что Китай пользуется своими сервисами. Китай, Корея. А третье место, где такие сервисы производятся, и больше таких мест нет, в общем, это где-то вот в наших местах, где-то на востоке Европы. И Россия, ну и Казахстан тоже, потому что мы в общем в этом почти едины, производят эти сервисы. И завтрашние сервисы будут производиться школьниками, казахстанскими в том числе, которые сегодня учатся в лицее, который мы сделали вместе с Алматинской физмошколой и Назарбайдинским университетом. Спасибо.